Ну а поскольку мы все-таки лепили удочку, мне очень хочется показать, почему именно фельмоновская удочка является основой основ для лепки и обучения вообще тому, как научиться фельмоновской игрушке, потому что, когда нарабатывается рука с простой формой, то фельмоновская удочка является основным положением для лепки всех животных, которые лепятся на четырех ножках. Принцип тот же самый. Делается морковка, как у уточки, теперь мы делаем сгиб посередине, добавляем кусочек гринки, где спинка, где у нас сгиб, и дальше хорошо отглаживаем, формируем, это у нас будет шея, я выплю сейчас лошадку. Вот. Что делаем? Значит, делим еще вот эту часть на две части взаимных. Вот эта часть будет у нас свисточком верхнем, вот это будут ножки, здесь передние ножки. Некоторые мастерицы пользовались печушкой, для того, чтобы разделить, но у меня традиция, как бабушка, она древушка, всегда делила заготовка на задние. Но прежде чем задние, делаем сейчас свисточек, потому что надо сформировать свисточек. Последовательность у всех мастериц разная, может быть, абсолютно. Кому как удобно, тот, собственно, так, наверное, лепит. Но вот что касается вообще свисточка, то лучше его сначала вылепить, а потом уже тянуть для нее ножки. Собственно, вообще, в принципе, его как-то сформировался, я обычно. Вот такая заготовочка получается. Ножки потом еще будем в процессе подтягивать, потому что такая особенность, они немножко от собственного веса, игрушка, она, соответственно, утолщает их. Вот. И дальше что у нас получается? Уже тянем шею. Когда мы ее выравниваем, она еще больше удлиняется. Вот. Вот. И как делается? Делается вот такой вариант. На ушки такие защипы, которые потом также делим, как на лапки, на ножки, кожевые, все на две части, так как математика. Вот. Два ушка. Все, что осталось, идет на маточку. И еще, естественно, прищипываем кривку. Вот. Вот такая натяжка. Ну, ножки потом произвести. Поправляем еще. Два ушки. Потом еще несколько раз вытягиваем и подглаживаем, чтобы у нас... Ножки будут немножко длиннейшие, тоже немножко подтянется. Вот, получается, если кто-то из девочек научался, да, лепить луточку, он спокойно уже переходил к более сложной фигурке, к изображению, скажем, всех животных. Самая простая маточка – это у лошадки, а дальше и коровки, и колочки были, и собачки. Ну, сейчас вот как раз проколем еще и наши лошадки. Мы еще глазки не делали. Но прокалывать глазки стали уже больше в 70-е годы, вот, с 1972 года. Я не делаю. Потому что мастера, когда работали много, они упрощали себя, чтобы не расписывать их. Опять же, я еду глаза, чтобы не расписывать, не петушком ставить, а петушком дубной. Срезаю кончик, еще поставлю. Ставлю по-другому. Так. Когда кончик срезается, он более тугой, а под ним получается длинка мягкая. Опять отступаю, зачищаю. Панчик подставляю, чтобы вытащить. Теперь, когда вытащила, отступаем на ботой кабель. Вот что у нас получилось. Теперь требует... А теперь у нас опять боковые лепочки. Так, пробуем. Вот так вот всегда и бывает, иногда не сразу получается. Продолжение следует...